Вот еще такой вопрос. Мы видим, как авторитетный, уважаемый юрист Андрей Портнов инициирует дела по коррупции против Порошенко. И во многом успешно мы видим, как Генеральная прокуратура противодействует, так сказать, привлечению к ответственности главного фигуранта. И вот если вот брать этот процесс немножко в сторону и посмотреть на вопрос военных преступлений, которые были совершены с обеих сторон конфликта. Может где-то там и россиянами, и гражданами Украины и так далее, но они не расследуются. Мы не видим военных преступлений и расследований военных преступлений. Потому что все мы помним, как штурмовик 125 атаковал мирный Луганск на тот момент, когда там еще можно было договариваться с людьми. На это же была санкция самого верха. И тогда Турчинов был президентом и Генеральным штабом. Там кто-то же руководил. И элементарно в три действия можно понять всю цепочку. Не случайно, что там пилот оказался с боевым оружием для того, чтобы выстрелить по Луганску. И таких вот моментов, как разжигали войну, сжигая мосты для того, чтобы нельзя было договориться о мирном решении конфликта. Их достаточно много. И вот именно военные преступления не расследуются. Такое ощущение, что это какая-то тема табу. Ну и вот как, с вашей точки зрения, когда у нас будут расследоваться вот эти военные преступления, как разжигали войну на Донбассе? Когда в Украине будет мир, и уже можно будет реально получить доступ ко всему, что находится в плане доказательств и улик, в том числе не на подконтрольной территории. Военные преступления были, вы правильно сказали, с двух сторон. С двух. Нельзя идти по принципу победителя. Мы победили, мы всех судим. Нас победили, нас все судят. Нет. Если мы хотим страну соединить и присоединить не территорию, а людей вернуть, которые уже не понимают, что им здесь делать. Из-за такой политики, которая проводится. А у них еще, если учесть, что в следующем году дети пойдут в школу, которые вообще родились там и никогда не были в Украине. То это только будет усугубляться с каждым годом. То тогда нужно понимать, что нам нужно будет всем остыть, разобраться и прежде всего сделать для себя главный урок, вынести из этого. Как больше не оказаться в такой ситуации. А не для того, чтобы обязательно кого-то наказать. Что касается Порошенко, я его считаю главным военным преступником в нашей стране. На втором месте идет, конечно, Турчинов. И потому, что он отдал Крым. Именно отдал Крым. И потому, что он ничего не сделал для того, чтобы предотвратить кровавый конфликт на Донбассе. Но это, как говорится, будут, надеюсь, разбираться следователи с этим. Я даю эту оценку больше политическую, чем юридическую. Но вы поймите, что Порошенко будет всегда на свободе, пока Зеленский не проявит волю. И все усердия Андрея Портнова, все его труды, которые он делает, они будут напрасными, потому что без воли политической Порошенко тронуть будет нельзя. Порошенко пытаются защитить многие руководители других государств. Но не потому, что они его любят или считают правильным человеком. Нет, я думаю, они его презирают, так же, как и мы. Только мы еще с ненавистью, они просто циничны. Я думаю, что Порошенко нужен им на свободе для того, чтобы им подпирать Зеленского. И Зеленский был более сговорчив там или управляем во внешней политике. Потому что без такого сильного врага, как Порошенко, Зеленский будет жить другими проблемами. Он будет уже больше времени тратить не на борьбу с врагами внутренними, а для того, чтобы сделать все то, что он обещал. У него есть все шансы выполнить свои предвыборные обещания. Поэтому я думаю, что если, как только Зеленский чуть окрепнет на посту главы государства, за матерей, он уже поймет, что происходит, мало же времени еще прошло, то Порошенко отправится туда, где ему место, вместе с Турчином. Продолжение следует...